В Красноярске отметили день воздушного флота. В аэропорту прошло одно из самых зрелищных событий года – авиашоу. Лётчики на своих крылатых машинах показывали фигуры высшего пилотажа. Не помешала им даже не самая приятная погода. Сильный ветер и низкая облачность. На самом аэродроме горожанам показали самые современные и проверенные временем самолёты и вертолёты. С подробностями Виталий Поляков. В аэропорту Емельяново отметили день воздушного флота. В этом году авиация отмечает столетний юбилей. По этому случаю в аэропорту Емельяново десятки самолётов, тысячи зрителей и красочное авиашоу. Фигуры высшего пилотажа – изюминка дня воздушного флота. В небе лёгкие самолёты, в основном зарубежного производства, рисуют вензеля, несмотря на не самую удачную погоду. Впрочем, низкие облака порой добавляли эмоции зрителям, особенно когда в них будто растворялись самолёты. Особое восхищение у горожан вызвало смелое пилотирование вертолёта «Еврокоптер» за штурвалом директор авиакомпании «Аэрогео» Александр Мамаев. В этот раз авиашоу постарались сделать как можно ярче. Воздушному флоту всё-таки сто лет. Столько самолётов в небе Емельяново давно не было. Впрочем, и на аэродроме на выставке можно было также найти немало интересного. Вот, к примеру, привет из прошлого. Легенда авиации Ил-18 – один из лучших пассажирских самолётов 60-х. Это единственный оставшийся в стране гражданский борт. Летающая испытательная лаборатория. Многие ветераны, которые пришли на шоу с ностальгией, вспоминали времена расцвета авиации. «Я за нынешнюю авиацию просто начинаю болеть. Мы же всегда как бы считали, что чуть ли не первыми, а сейчас закупаем иностранные самолёты. Ну куда это дело годится? А наши фабрики и заводы без дела стоят». «Воспоминания сняться до сих пор с самолёты – самая романтичная профессия на свете. А когда мы шли в авиацию, мы даже не думали, я не знал, сколько зарплата, где что, чисто небо». Самый большой самолёт экспозиции «Боинг-747» вызвал огромный интерес публики. По сравнению с ним соседние тушки и яки будто игрушечные. Ещё один гигант – Ми-26. Самый большой серийный вертолёт в мире. Среди новинок – европейские и американские вертолёты. Пилоты говорят, машины хорошие, но в суровую сибирскую зиму на таких особо не полетаешь. Так что старые добрые Ми-2 в крае ещё потрудятся. Впрочем, обновление флота для страны сейчас одна из главных задач. Лётчики уверены, у авиации светлое будущее. «Самолётов прибавляется, малая авиация, всё большое начинается с малого. Поэтому я надеюсь, что, как во всём мире, по мировой практике, развиваясь малая авиация, будет вести за собой большую авиацию». Многие лайнеры в день воздушного флота по традиции в буквальном смысле открыты. У трапов огромные очереди. Любой человек может подняться на борт, побывать в кабине пилотов. Правда, посетители просят не дёргать за рычаги. Некоторым лайнерам после шоу в небо, в очередной рейс. «Особенно поблагодарить ветеранов, которые освоили северные маршруты, новую технику. Своим трудом ещё раз сохранили преемственность и большой авиации, и красноярской авиации. И всем пожелать голубого чистого неба, мягкой посадки и дальше уверенно смотреть в будущее. Спасибо и ещё раз праздникам». Праздничное настроение посетителям «Авершоу» создавали не только самолёты и лётчики. Группа «Земляне» исполнила свой хит на все времена. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Олег Голубин. Афонтова новости.